Привет всем! Сегодня я хочу поговорить об одном побочном продукте моей преподавательской деятельности. Каждый год мы со студентами обсуждаем тему суеверий. Тема суеверий это вообще такая очень хорошая тема, ну для второго полугодия, когда все уже друг друга знают, для того чтобы поговорить, обсудить, немножко посмеяться, ну и может быть что-то новое для себя узнать. Как правило я рассказываю им о каких-то наших суевериях, моих латвийских суевериях. Они мне рассказывают о суевериях, которые верят они. Поэтому за все время, сколько я преподаю, я стала немножечко таким специалистом по современным суевериям. И сразу скажу, что суеверия, о которых я сегодня хочу поговорить, это те суеверия, в которые хотя бы до какой-то степени верят студенты, то есть молодежь 19-20 лет. Даже если они в это не верят, они в это когда-то верили, ну или по крайней мере это слышали. Итак, какие суеверия они упоминают на этих уроках? Первое и, наверное, мое любимое, я не знаю почему, но мне очень нравится, что если свистеть в помещении, придут змеи. Или, как вариант, придут воры. Что интересно, хотя все пишут, что они как бы не верят в это суеверие, ну и говорят мне тоже, что они не верят в это суеверие, но, тем не менее, как правило, в письменных работах, которые они всегда пишут по результату вот этого урока общения, они пишут, что все-таки стараются в помещении не свистеть, потому что не хотят, чтобы к ним пришли змеи и тем более воры. Еще одно очень интересное суеверие упоминается примерно, ну, примерно третье у моих студентов непременно. Суеверие о том, что если ты икнешь сто раз, ты умрешь. Причем, несколько раз мои студенты упоминали, что они перестали в него верить после того, как икнули сто раз и не умерли. То есть я могу представить себе этого несчастного ребенка, который сидит и считает, и вот он доходит до ста, и ничего не происходит, и он понимает, что все это полная ерунда. Еще одно чисто японское суеверие, что нельзя спать, положив подушку на север. И опять же, среди моих студентов встречается огромное количество экспериментаторов, которые рассказывают, что они в него верили, а потом решили проверить. Специально спали, положив подушку на север, и ничего с ними плохого не произошло. А что конкретно плохое должно произойти, кстати, упоминают разные. Некоторые говорят, что ты после этого умрешь, некоторые говорят, что просто это принесет тебе какие-то плохие какие-то последствия. В общем, там по-разному идет. Дальше. Еще одно невероятно популярное суеверие, упоминается практически всеми в той или иной степени, все о нем слышали. Это суеверие о том, что если ты будешь стричь ногти после захода солнца, ты не увидишь, как умрут твои родители. Ты не будешь с ними в моментах смерти. Ну, я думаю, вполне понятно, откуда оно взялось. И мои студенты всегда мне рассказывают, что они прекрасно знают, откуда оно появилось. От того, что если ты в темноте при очень скудном освещении будешь стричь ногти, то ты можешь вполне себе состричь что-то не то, кожу, например, занести заразу, умрешь. И, конечно же, не будешь со своими родителями в моментах смерти, потому что тебя уже в живых не будет. Но, тем не менее, хотя мои студенты прекрасно понимают, к чему это все ведет, вот недавно совсем один мальчик мне признался, опять же, в письменной работе, что он никогда не стрижет ногти после захода солнца, потому что он боится, что... Хотя он в это не верит, но все-таки, что он действительно умрет раньше своих родителей и не выполнит свой сыновний долг. Вот такой хороший студент. Дальше. Очень интересное чисто детское суеверие о том, что во время грозы нужно непременно прятать пупок. Почему его нужно прятать? Потому что бог грома может у тебя украсть пупок, поэтому его надо прятать. Что интересно, студенты часто признаются, что они до сих пор стараются спрятать пупок во время грозы, хотя вроде они в это не верят, но что-то как-то их беспокоит в этом всем. Что еще? Тоже часто упоминаемое. Вот давайте подойдем теперь к счастливым вещам. Вот мы говорили о всяких страшных суевериях, теперь немножечко давайте поговорим о том, что хорошо. Хорошо – это когда у тебя чаинка в чае становится вот так вот вертикально. Это признак того, что с тобой случится что-то хорошее. Если тебе повезло родиться с немножко удлиненными мочками ушей, то ты станешь богатым. Скорее всего, связано или с Дайкокутен, или с Хатеем, трудно сказать, потому что, в общем-то, удлиненные мочки – это признак многих богов, которые приносят счастье. Так, очень часто приводят в пример также тот самый четырехлистный клевер. Подозреваю, что это уже пришло, конечно же, с западом. Но, что интересно, очень много студентов, которые в это твердо верят. Так, счастливые, кажется, закончились. Я не могу вспомнить ни одного больше счастливого суеверия. Всё какие-то несчастливые вспоминаются. Очень такие местные суеверия. Только студенты из Ямагаты рассказывают о том, что если ты увидел катафалк, то нужно непременно спрятать свой большой палец. Почему надо спрятать большой палец? Потому что на большом пальце большой ноготь, и духи в твоё тело могут забраться через ногти. Соответственно, самый большой ноготь на твоей руке надо непременно спрятать. Вот такое. Вот ещё, кстати, очень интересный момент. Некоторые студенты странно объясняют поверье о том, что если тебе чёрная кошка перебежала дорогу, то это к несчастью. Дело в том, что чёрная кошка в Японии это вроде как ничего такого плохого. Но чёрная кошка и чёрная кошка. Некоторые студенты почему-то, уже человек пять мне рассказывали о том, что чёрная кошка это наоборот счастье. Она будет приносить счастье. Если она перебегает тебе дорогу, и ты это видишь, значит твоё счастье от тебя убегает. И, конечно же, его у тебя не будет. Откуда это взялось, я не знаю. Я что-то искала, но я не нашла, откуда всё это пошло. И ещё очень-очень популярные суеверия, но оно относится к разным местам. Например, в Акете это озеро Тадзава, у нас это Сэндай Пейджинто, такое мероприятие на Рождество, которое у нас устраивается, то есть там целая улица оказывается освещена огнями. Так вот, если парочка пойдёт в такое место, то оно непременно расстанется. В это твёрдо верят многие мои студентки. Не студенты, а именно почему-то студентки. Студенты при этом, кстати, тоже любят экспериментировать. Один мне написал, что у него родители ездили на озеро Тадзава, которое тоже считается таким идеальным местом для расставания, и ничего, не расстались. Вот такие вот интересные у нас суеверия. Но каждый год бывает ещё какое-то новое суеверие, которого я до этого не слышала, такое уникальное суеверие. Вот в этом году мне рассказала одна девочка уникальное суеверие, которое существовало только у неё на районе, по всей видимости. Суеверие о том, что если вы увидите табличку, чёрную номерную табличку, на котором жёлтый номер машины, то это принесёт тебе, опять же, несчастье. Дело в том, что такие номерные таблички у машин, принадлежащих к каким-то компаниям, то есть не частным лицам, а именно компаниям, соответственно, такие машины достаточно редки. И по всей видимости, среди детей распространилось поверье, что это какие-то особенно несчастливые таблички, потому что они такие довольно мрачные, чёрные, с этими жёлтыми буквами большими. Вот так вот. Ну что ж, в комментариях, пожалуйста, напишите мне какие-нибудь ваши суеверия. Я, похоже, становлюсь коллекционером суеверий. И сравним их с суевериями моих японских студентов. Большое спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok